Всем привет! Гамарджобат! Сегодняшний выпуск выйдет из замечательного города Батуми. Мы покажем всю красоту этого города, а также расскажем, насколько быстро он развивается. За счет чего этот город часто называют грузинским Лас-Вегасом. Побываем на самых высоких местах Батуми. Ну и, конечно же, расскажем вам про вкуснейшую грузинскую кухню. Мы заселились в наше жилье. Это небольшая студия в высотном доме на первой линии. Тут есть кухня со всем необходимым для приготовления еды. Плита, микроволновка, посуда. Это кухня отделена барной стойкой, за которой есть огромная кровать King Size, прямо как в Таиланде. Вообще жилье в Батуми заслуживает особого внимания, поэтому позже мы расскажем подробнее. Тут есть также кондиционер, который выполняет функцию, как и отопление. Можно сделать градусов 30 и будет тепло. Стоимость этого жилья 400 лари за 8 ночей. А теперь мы с вами вышли на балкон, и можно увидеть тут контрасты Батуми. Да, самое главное, можно увидеть море, которое находится буквально, наверное, в 50-100 метрах рядом с нами. Также есть корты, футбольные поля. Смотрите, стоит такой советский дом, где висит белье, сушится, а также виднеются наверху большие дома. Но запах, который чувствуется от моря, вот этого черного соленого моря, конечно, он непередаваемый. Сидишь и получаешь удовольствие. А это так выглядит набережная. Набережная Батуми. Посмотрите, рай для велосипедистов. Можно кататься по велодорожкам. Можно увидеть огромное количество прогуливающихся. Хотя сейчас у нас не выходной день, но тем не менее многие гуляют, катаются. Это очень здорово, потому что... Напомню, сейчас у нас ноябрь, и погода располагает для того, чтобы хотеть гулять даже без шапки, да. И солнце, причем, греет очень и очень хорошо. Честно говоря, я вот сидел на балконе, и даже в одной футболке мне было, в принципе, жарко. Было очень хорошо. Пляж у нас такой же, как и в Сочи, да. Это в основном такая галька. Находясь на пляже, можно увидеть все многообразие архитектуры Батуми, да. Огромные сооружения, огромные здания, которые построены буквально в последнее время, выглядят, конечно, внушительно. В ноябре уже никто не купается, да. Но, тем не менее, находиться на побережье, вдыхать этот морской воздух, это очень приятно. Сейчас ноябрь. Тут можно увидеть, видите, растут пальмы, и, в принципе, все зеленое. Как будто бы мая, июнь. Красота. Батуми очень классная набережная. И что здорово, она оборудована туалетами. Также очень много лавочек, да, таких вот, где можно посидеть, отдохнуть. Вообще, в целом, у меня какое-то небольшое дежавю именно с Ничангом, где вот примерно похожая набережная, тоже очень много зелени, очень много различных дорожек, но только чуть-чуть там потеплее, да. Поселились мы как раз-таки вот в этом здании с балкончиками, с видом на море. На набережной можно увидеть такие кафешки, где можно купить напитки, и самое интересное, можно купить кальян. Смотрите. А также мороженое, кофе, ну и все остальное. Очень даже удобно. На набережной есть даже вот такие вот фонтанчики. Можно подойти, попить водичку. Это очень и очень здорово. Тут же можно все арендовать, и самокаты, и какие-то такие машинки. Смотрите, на 4-5 человек. И кататься по набережной, получать удовольствие. Тут даже есть шезлонги, да, даже в ноябре. А также можно посидеть и внутри, заказать какие-то коктейли. И даже есть вот такая вот необычная беседка. Садишься, отдыхаешь под такую достаточно расслабленную музыку. Смотришь на красивое море. Красота ведь! Хочу отметить то, что тут очень и очень легко дышится, потому что рядом находится море, морской воздух, богатый полезными микроэлементами. И плюс сейчас ноябрь. Сейчас ни духота, ни жарко. Сейчас такая приятная прохладная погода. Светит солнышко, которое очень сильно греет. И ощущение просто великолепное. Для прогулок вообще идеально. Еще мы обратили внимание, что тут очень много бездомных собак. Они лежат практически везде, отдыхают. Сегодня солнышко, они загорают. И видите, у них у всех на ухе есть специальный такой бейджик. Скорее всего, он говорит о том, что собака не опасная для человека. Архитектура тут, конечно, очень необычная. Посмотрите на крыше дома. Это что у нас? Кинкаль или чеснок? Друзья, напоминаем вам о том, как важно делать страховку в путешествиях. И сейчас один из самых бюджетных вариантов на рынке предоставляет компания Safety Wing. Тут вы можете приобрести туристическую медицинскую страховку всего от нескольких долларов в день. Причем приобрести вы ее можете, находясь уже в путешествии. И действовать она начнет уже сразу же после покупки. И что самое классное, здесь нет никаких ограничений по количеству дней, когда вы находитесь в путешествиях. Компания Safety Wing покрывает медицинские расходы в 185 странах и предлагает поддержку 24 на 7. Чтобы оформить полис, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте. Ссылку на который мы оставим в описании под этим видео. Также есть озеро, где можно увидеть, как плавают лебеди прямо по озеру. Представляете? Причем смотрите, за мной сейчас находятся старые дома. И как они контрастируют с этими новыми домами. Я думаю, что наступит тот момент, когда здесь именно все вот эти старые дома заменятся новыми. и Батуми превратится в совершенно иной город. Здесь уже можно увидеть новые дома, которые строятся. Батуми не перестает строиться вообще ни на день. Тротуары, в принципе, очень даже хорошие. На главных дорогах можно увидеть, можно прогуливаться. Но скопление машин играет свою роль. Такой, получается, хаос небольшой, потому что все сигналят, все очень быстро едут. Такое немного иногда ощущение, что попал в Вьетнам. Видите, кто-то так даже решил припарковать свою машину. В целом на главных улицах все очень и очень красиво. Мы заметили очень классную вещь, что в Батуми достаточно много стильных людей. И это неудивительно, потому что тут много торговых центров с различными магазинами европейскими и местного производства. И еще из особенностей, когда вы походите к пешеходному переходу, то вас пропускать не будут. Видите, машины проедут, и потом нужно уже идти. Как в Азии. Вот, сейчас, подожди. А, нет, вот тут пропустили, видите. То есть через раз. Идя по улице, можно почувствовать очень приятный запах еды. И потом увидеть вот такую макашницу, где готовится шашлык. Причем шашлык есть, видите, и из картошки, и из мяса. Шашлык стоит 15 лар, а из картошки 5 лар. Курица, свинина, телятина и барашек. Видите, какой богатый выбор. Взял шашлык с картошкой, с мясом, и идешь по дороге, ешь. Вообще красота. Причем запах шашлыка чувствуется вообще за километр. Идешь и просто не можешь поверить, какой вкусный запах. Мне кажется, только в Грузии могли придумать макашницы именно с шашлыком. Ну и вот мы идем по улице. Просто хотел снять вообще обстановку, что очень много таких различных кафешек, где можно забежать быстренько что-нибудь перекусить. Очень много таких вот фруктовых лавок. Где можно купить, видите, даже каштаны, хурму. Очень вкусные помидоры. Причем по стоимости, но даже ниже, чем у нас. Где-то попадается даже на русском языке название. Да, но в целом, в основном, это грузинский и английский язык. Вообще, в целом, очень такой комфортный, уютный городок. Со своим таким особым шармом. Если вдруг ты проголодался, то когда видишь такие красивейшие фотографии, хочется, конечно же, сразу зайти и что-нибудь тут перекусить. Мы зашли в кафе грузинской кухни. И посмотрите, какое здесь большое меню. Что интересно, здесь только хинкали. Наверное, где-то 5 или 6 видов. Все по разной цене, с разными начинками. Есть и грибы, есть и сыр, и разные виды мяса. Еще грузинская кухня богата огромным количеством блюд из мяса. Это очень популярные аджахури. Тоже различные чакмерули, чахахбили. Конечно же, есть суп харчо. И обязательно тут будут шашлыки. Причем, обратите внимание на стоимость. Здесь 12, 15, 10. То есть, это хорошая цена. 10 это где-то порядка 350 рублей. И так как аджары это такой регион, то здесь даже есть свои аджарские блюда. В Батуме есть даже свой батумский кофе. Он очень похож на турецкий. И что интересно, когда они его готовят, также в турке, как и турецкий кофе, они еще могут добавлять специи. Такие, как кардамон или корица. Вкус очень насыщенный. И что интересно, по стоимости стоит всего лишь 2 лари. Это где-то 70 рублей. Пашима заказали чихиртму. Это суп на основе куриного бульона. Он вот такого белого цвета. И с курицей. Он очень-очень наваристый. И просто безумно вкусный. Очень рекомендую его попробовать. И посмотрите, какая большая порция. Она просто огромная. Стоит 11 лари. Побывать в Батуми и не попробовать хачапури по-аджарски, это просто преступление, как сказал мой одноклассник грузин. Поэтому мы пробуем. Здесь особенность его в том, что здесь добавляется масло. И здесь очень свежий и очень вкусный сыр. И традиционно это блюдо пошло именно отсюда, потому что Батуми это регион Аджарии. Пробуем. Крустящая булочка. С маслом очень вкусно. Обычно масло не добавляли. И это, конечно, добавляет очень вкусную изюминку. Утром такой насыщенный вкус получается. Смотрите, какие огромные куски мяса. Вот тут можно как раз-таки, мне кажется, вдвоём это есть легко. Порции такие китайские. На двоих, на троих человек. Вкусно. Такого светлого цвета этот суп не случайно, потому что он делается каким образом. Яйцо взбивается с лимонным соком, и дальше это вливается всё в куриный бульон, такой очень насыщенный по вкусу. И это придаёт свою изюминку, и суп как такой крем-суп. Я не думала, что порции будут настолько огромные, и заказала себе чикамирули. А порция оказалась, я не знаю, наверное, на троих. Курица здесь сначала обжаривается, и дальше добавляется в чесночно-сливочный соус. И ещё специи добавляются. Пахнет очень вкусным чесноком, и вот этим вот сливочным привкусом. У курицы такая хрустящая корочка, и этот соус просто безумно вкусный. Сочетание сливок и чеснока, оно прям идеальное. Я присоединюсь к хачапури по-аджарски. Это просто песня. Именно в Батуми готовится идеально, потому что мы пробовали и в Минеральных Водах, и в Питере, да, и кое-что где-то в Таиланде. Но именно в Батуми готовится самый вкусный аджарский хачапури. А, имейте в виду, если вы приходите, по крайней мере, в этот ресторан, мы думали, мы с Машей закажем это на двоих, но такое ощущение, в четвером, если бы мы пришли, да, в принципе, все бы наелись. Поэтому это очень здорово. Мы не знали, поэтому придется, наверное, что-то с собой брать или, к сожалению, тут оставить. Но хачапури топ. Мы зашли в самую такую обычную кафешку, ничего супер особенного, да, это мы сидим на втором этаже, никого нет. Хотя сейчас вечер. Здорово, что даже в таких обычных кафешках, спальных домах, можно вот такие вкусные блюда попробовать. Хочется отметить еще бодриджани. Это баклажаны внутри с грецким орехом. Это идеальное сочетание жареных баклажан и вот этого грецкого ореха. Очень-очень вкусно. Закуска всегда идеальна. Больше не могу есть. Почему никто не предупреждал, что тут портии не просто большие, они огромные. Счет за все из четырех блюд, огромных, как вы видели, составил 70 лари. Это где-то 2000 рублей. Также на улице можно увидеть такие будки. Это предназначено как раз-таки для уличных псов, когда плохая погода, дождь идет, пес может тут спрятаться и будет все отлично. А еще Батуми известны тем, что когда солнечный день, то практически все стирают вещи и вывешивают вот таким вот образом на улице. Посмотрите. Получается, что от столба протянуто до самого дома. Таким вот образом. И висит вот через всю улицу. Причем можно заметить, что тут есть система от самого большого к самому меньшему. Можно увидеть практически в каждом дворе именно старого фонда можно увидеть такие вот растяжки. Белья. На солнце это все довольно очень быстро высыхает и выглядит так. Довольно уютно. Смотрите, вон там вот растет виноград, а вот это очень похоже на гранат. Я вот нечаянно оторвала. И по вечерам очень многие Батуми приходят на набережную, чтобы насладиться красивейшим закатом, который тут действительно очень-очень красивый. Еда в Грузии настолько вкусная, что даже в столовой бюджетной ты будешь получать какой-то гастрономический экстаз, потому что вот грибочки, харчо, хачапури, это все безумно вкусно. Именно в этой столовой очень и очень вкусно. Для того, чтобы они не находятся, это напротив Орби-сити. Мы взяли еду с собой, получилось всего лишь на 11 ларь. Еще хотим взять очень вкусные тут чебуреки. Да, сейчас попробуем один чебурек. Гамарджоба. Гамарджоба. Хачапури, да? Да. С сыром. С сыром? А нету с мясом? С мясом чебурек ешь как-то. А, ну, большой. Давайте один попробуем. Чебурек стоит всего лишь 5 лари. 5, да? Кардан и хавит. Правильно сказали? Правильно. Спасибо. Спасибо, до свидания. А еще Тбилиси – это рай для цифровых кочевников, таких, как мы, кто работает удаленно, а также, кто зарабатывает через криптовалюту. Видите, такие значки можно увидеть. И криптоэксчендж. Можно сюда зайти и обменять криптовалюту на свою валюту, которую вы хотите. Это очень и очень удобно. Поэтому многие криптогуру выбирают Батуми для жизни именно еще и поэтому. В Батуми есть канатная дорога Арго с видом на весь Батуми. Тут тоже будет несколько станций. Высота 250 метров. Можно посмотреть весь город как днем, так и ночью. Поэтому работает она до 10 часов вечера. Можно приходить в любое время. Мы сейчас прошли в будний день днем. Абсолютно никого не было. Мы едем вдвоем только в кабинке. Очень кабинка похожа, как и на Элли Прусси была, так же, как и во Вьетнаме. Они примерно все одинаковые. Мы уже поднялись на Гейвулкар и находимся на самой высокой точке. Отсюда можно увидеть действительно весь Батуми. Можно увидеть, как он сильно разросся. Какие большие здания видно. Причем, если повернуть голову налево, можно увидеть горы, огромные горы, на которых ледники, которые практически никогда и не тают. То есть, позади полностью Батуми окружен горами. Причем, здесь очень видно черту города, за которой аэропорт и вон там, где горы, вот эти дальние, за ними уже Турция. В целом, по ощущениям, дышится тут очень легко. Такой свежий воздух. Хоть и высота небольшая, тут в районе 250 метров мы поднялись, но за счет того, что нет ветра, находиться тут вполне комфортно. Ноги даже вообще раздеты. Билетики я покупала заранее, так они стоят 30 лари, а за счет того, что я купила не в кассе, а в торговом центре, который находится рядом с нашим домом, я заплатила всего лишь 27 лари. Торговый центр называется Grand Mall. Сейчас мы приехали на Батумский бульвар, и что классно, здесь очень много места для того, чтобы прогуляться, то есть можно с собакой, с детьми, с коляской, это очень здорово. И еще здесь на небольшом таком пятачке есть огромное количество достопримечательностей, которые можно обойти буквально пешком за один день. Что мы сегодня и сделаем? Протяженность города составляет всего лишь где-то 7-8 километров вдоль линии моря, а вглубь Батуми всего лишь 3 километра. Очень маленький город, и поэтому можно достаточно быстро тут все обойти. Количество разнообразных зданий, разной конструкции продолжает нас поражать. Даже интересно, как внутри это все ощущается. И самое интересное, мы стоим под основанием центра Меридиан, и посмотрите, внутри самого здания находится аттракцион, да, очень необычный. Мы зашли и спросили, работает или нет, нам сказали нет. Работало всего пару раз, это чисто так для красоты, чтобы люди посмотрели, сняли фото и видео. Можно увидеть, как тут все зелено, следят, убирают. Действительно, какое-то такое ощущение сейчас не ноябрь, а там июнь, июль. Вся природа зеленая. Батуми – это сочетание огромного количества различных стилей в архитектуре. Вот, например, за мной находится колоннадо в итальянском таком стиле. Сюда очень часто приходят молодожены фотографироваться, ну и просто люди тут отдыхают. И на фоне современной архитектуры домов это очень интересно смотрится. Рядом, смотрите, здесь находится целая бамбуковая роща. А, таким образом выглядит летний театр. Сделано здание практически полностью из дерева. За счет того, что город достаточно небольшой, то здесь, в принципе, необязательно иметь машину, потому что можно ездить на велосипеде, на самокате и на любом транспорте. И зимой тут толком нету, поэтому круглый год можно вот так передвигаться. Что удобно, получается, что на притяжении всего города находится вот эта вот набережная. Притяженностью 7 километров. Если у вас есть велосипед или самокат, поехали куда угодно, потом от ветвления в город приехали. Есть специальное место, где люди ходят и где катаются. Поэтому очень-очень удобно. И везде ходят такие вот добродушные большие собаки, которых можно погладить. В принципе, безопасно, потому что у них есть бейчики, они стерилизованы и, в принципе, не опасны. А тут, скорее всего, место, где делают предложения. Видите? Прямо вот тут. Есть еще такие красивые пирсы, оформленные в виде зонтиков. То есть, если идет дождь, можно тут спрятаться и переждать его. Смотрите, на пляже есть вот такие специальные передевалки. Поэтому, если вы цените комфорт в плане передевания, то едете сюда, допустим, летом купаться, то, видите, с передеванием вообще никаких проблем не будет. И есть душ. И здесь же вдоль набережной есть вот такой вот фитнес-клуб, где можно позаниматься. Причем веса хорошие. Видите, там такие есть блины специальные, которые можно поставить, как вам нужно. Такой бесплатный фитнес-клуб. Наверное, летом он больше пользуется успехом. Здесь настолько популярны хинкали, хачапури, что даже есть статуэтки в виде них. На этой спирали изображены буквы грузинского алфавита. Всего их 33 штуки, и вечером каждая из них подсвечивается. На это здание можно подняться. Наверху там есть обзорная площадка, и можно заодно попить кофе. Кофе будет за дополнительную плату. Стоимость входа до 20 лари. Мы решили прокатиться на колесе обозрения. Стоимость всего 10 лари на одного человека, поэтому грех не прокатиться. Тем более отсюда видно, смотрите, практически все Батуми. Видно очень хорошо горы с одной стороны, да, а с другой стороны можно увидеть застроенный еще строящийся очень и очень активно город. Мы сейчас идем к площади Пьяцы, и хочу показать насколько разные Батуми. Тут уже можно увидеть не асфальт, а такой вот камень, прощатка. Тут уже нет больших современных зданий. такие маленькие улочки красивые, аккуратные, и домики тоже такие. Это место называется Старый город. Старый город Батуми это сердце грузинского колорита и архитектуры. Здесь приплетаются узкие улочки, атмосферные дворы и здания 19 века с уникальным орнаментом. А на балконе растет виноград. когда тут прогуливаешься, конечно, не можешь поверить, что буквально еще вот пройти километра два и ты попадаешь в современный большой мегаполис, где здоровенные здания, казино, где вообще все по-другому и более современно. Смотрите, какая здесь есть классная площадь. Она называется Площадь Пьяца и построена в таком венецианском стиле. И каждые три часа вот отсюда звучит гимн Грузии. Батумская площадь Пьяца была построена в 2009 году. Один из главных центров проведения культурных и развлекательных мероприятий, концертов, официальных приемов и включает в себя отели, рестораны, кафе, пабы. Сейчас гуляли по старому городу и с нами заговорил мужичок, сказал, вы откуда Санкт-Петербург? Говорит, там был в 70-х годах и он нам показался очень доброжелательным, даже позвал, говорит, пойдемте со мной выпьем, я вас угощу, приглашаю такой гостеприимный человек. Мы слышали не понаслышке, что грузины очень гостеприимные, вот, и это действительно так. Нам поговорил, рассказал, может быть, вам что-то показать, рассказать, может быть, что-то в городе показать, это было приятно. Но вообще, как не изменилось отношение к русским в последнее время нет, было раньше, сейчас по ощущениям нет. С нами кто-то иногда не говорит по-русски, кто-то не знает, может, не знает, молодежь не знает, да, да, а раньше сколько лет уже прошло, как-то, это, я, я против этого, я член коммунист, и в данный момент мы дали, голосовали этого президента, почему, потому что он стороной России, и я тоже стороной России. Смотрите, тут можно увидеть не только собак, но еще коты, смотрите, какие красивые сидят, на нас смотрят, как сфинксы. тут прям такой забор, где исключительно одни котики. В старом городе очень много различного арта на стенах, прямо идешь, смотришь, и получаешь удовольствие. Уютные улицы в старом городе. Хочется добавить еще по поводу отношения к русским, грузинам, и есть очень много различных видео в интернете, там, где рассказываются какие-то не очень нелицеприятные истории. На самом деле ситуация такая, что люди, кто старшего поколения, до 91-го года, кто учился в школе, они хорошо знают русский язык, активно им пользуются, никаких проблем с ними нет. Ребята, кто учились после 91-го года уже в школе, у них русский язык обязательно пропал, то есть они на выбор либо русский, либо английский, большинство сейчас выбирает английский, поэтому они просто-напросто не знают русский язык. Но если вы подойдете даже к молодым там девчонкам и парням, что-то у них спросите, они скажут там, может быть, что English please, но обязательно вам помогут. То есть не было такого, чтобы прям нам как-то нагрубили, что-то плохое сказали, поцатыльник там дали. Нет, такого не было ни в коем случае. Просто они все теперь знают русский язык. В старом городе очень много таких аккуратных, уютных кафешек, где можно посидеть, попить кофе, отдохнуть. Вообще нам в целом с Машей больше понравилось даже в старом городе, чем в другой части, где более все современно. Тут еще очень много зелени. Это, конечно, добавляет красоты. Причем она абсолютно повсюду. Смотрите, практически на каждом балконе можно увидеть такие вот целые ботанические сады. Старый город нас просто покорил своими маленькими улочками, уютными кафешками, красивыми домиками. И, конечно же, очень-очень красивыми площадями с такой классической архитектурой. И что классно, здесь сделано все в едином стиле. И ты смотришь и понимаешь, что это такой цельный, красивый город. Друзья, посмотрите, позади меня находится не какой-то музей, а это здание Макдональдса. И что удивительно, это здание вошло в топ-5 самых необычных зданий фастфудов. И Хаффингтон-Пост назвал его самым красивым зданием ресторана в 2013 году. И мы туда сейчас зайдем и попробуем, а также расскажем свои ощущения. Смотрите, как необычно. Есть несколько уровней, где ты можешь сидеть и есть. Такое, получается, как амфитеатр. Оказывается, не только вид снаружи красивый, но и внутри очень-очень необычный. Ну и по стоимости Биг Мак стоит 15 лари практически на наш 500 рублей. Цена тут, конечно, соответствует внешнему виду. Это все комбо стоило 18 лари. Это двойной Биг Мак, маленькая картошка и кола. Сейчас попробую Биг Мак. Отличается он чем-то вообще от нашего вкусная точка, потому что, если честно, я забыл, какой вкус был в Макдональдсе за два года. Грузия попробуем не только местную кухню, а также гамбургеры самого необычного Макдональдса в мире. Честно говоря, разницы какой-либо я вообще не чувствую. Возможно, тут сыра чуть побольше, а так, в принципе, один в один. Ну и, конечно же, у нас в Питере эта комба будет стоить поменьше. А так, в целом, сам интерьер, когда ты сидишь, смотришь на такие красоты, как будто ты в каком-то космическом корабле. И именно это, наверное, больше переплаты идет, чем за саму кухню. Лучше, конечно же, в Грузии пойти и съесть местную кухню, потому что она намного, намного вкуснее, чем американская. А картошка все-таки вкуснее во вкусные точки у нас. Говоря об Атуме, мы не можем не упомянуть о том, что тут просто огромное количество казино, привлекающее любителей азартных игр со всего мира, за счет чего этот город часто называют грузинским Лас-Вегасом. В казино есть и игровые автоматы, покер, рулетка или блэкджек, которые доступны в любое время суток. Обычно заведение работает по принципу, когда ты платишь фиксированную сумму и вместе с ней можешь получать напитки в баре. Если вы любитель казино, то вам точно тут понравится. И мы не могли просто так уехать с Батуми и не попробовать настоящие аджарские хинкали. Посмотрите, какие они огромные, на тонком тесте. Маша уже ест, еще не успели даже разложиться, уже Маша ест. И, конечно, со сметаной. Посмотрите, огромная порция сметаны. Один хинкали стоит, 1,8 лари. Хинкали, конечно, нельзя не попробовать, если ты приезжаешь в Грузию, это просто какое-то преступление. Конечно же, они здесь немножко остренькие, с зеленью. Ну и посмотрите, какие они большие. Очень тонкое тесто, мясо, есть зелень и какой вкусный вот этот вот сок, который внутри. Он такой немного с перчинкой и прям пьешь уже и напиваешься, и наедаешься. Невероятно вкусно. Кухня это то, ради чего еще стоит приезжать в Батуми. Каждый раз, когда мы спрашиваем про размер порции или еще чего-то, нам говорят, что, например, хинкали. Обычные хинкали. А на самом деле они больше, чем в Питере, и поэтому я наелась аж тремя штучками. В Питере, чтобы наесться, мне нужно штук 5-6. А сейчас мы очутились на грузинском рынке. Можно увидеть на улице огромное количество прилавков, фрукты, овощи, чурчхела, все что угодно, орехи, огромное количество специй. А вокруг это все Батуми-базар, а мы сейчас идем непосредственно внутрь здания, которое называется Рынок Бонни. Ох, и запахи тут вам не передать. Смотрите, как много специй. Утро на базаре вкусно. Все вот это важно. Какой хочет цель. А можно мне тоже пополоть? Вот инжирочек вкусный. Это сушеный? Да, еще не вот инжир на доброе. У нас прямо это накормит. Маш, бери твой кусок. Можно? Огромное количество выбора, глаза просто разбегаются. О, куркума. Ой, смотрите, даже вином угостили. Смотрите, пришли на базар, а нас вином угостили. вкусный вкусный Это гранат. мы не успели зайти, нам уже вот, все продали, сказали, все бери, вино налили. Говорят, давай еще. В общем, очень агрессивный такой маркетинг. Мы уже практически без денег идем, надо будет еще снимать. Но, тем не менее, мы набрали себе в дорогу очень вкусную еду, и чурчелу, и инжир, и все остальное. Огромок тут действительно огромный. смотрите, есть сыры. Надо спросить, а сыр почем? Килограмм. 12? 15. А, 15. Спасибо. И смотрите, еще огромное количество солений. Все очень вкусно пахнет. Ну, и, конечно же, зелень, какая Грузия, без зелени, кинза и петрушка, и все что угодно. Потому что любое блюдо грузинское, оно не обходится без зелени. Секрет долголетия именно в этом. Смотрите, прилавок полностью заполнен, наверху даже какие-то перчики сушеные. Все, что душе угодно, все тут есть. Смотрите, такие хинкали, а внутри вино инзмариоли. Представляете? В Грузии настолько большой культ еды, что здесь в качестве магнитиков можно купить и шашлыки, и хинкали, и, конечно же, хачапури, и венок. На этом рынке есть много всего интересного, но самое главное быть осторожным, потому что пока тебе там что-то показывают, что-то рассказывают, очень быстренько тебе это все упакуют и вот прям реально впарят. Нам сейчас на 35 ларе буквально впарили три вот таких вот чербета, они очень действительно вкусные, но мы не собирались только покупать. И когда мы уже очухались, уже все, деньги были у нее, она нас прям как заворожила. А потом я уже вернулась и понимаю, что я не хочу столько, чтобы у нас было этих сладостей. Говорю, можно их отдам? Она, нет-нет-нет, что-то все хорошо, иди, иди. Я говорю, да у нас всю наличку мы вам отдали, на такси сейчас даже нет. Она, иди на автобусе. Ну, спасибо. Вот, смотрите, приезжают такие машины с урожаем, с кукурузой, с различными овощами, фруктами. Вон, надо аккуратнее, чуть заздеваешься, тебя могут задавить. И продают. Тут, наверное, уже где-то к пяти, к шести уже потихоньку все собираются, нужно успеть. Вот это очень вкусный инжир, мы прям обожаем его. И смотрите, каштаны, везде продают каштаны. яблоки, фрукты. и по цене можете увидеть, да, три, три лари умножайте на 35, один ларик 35, бананы 4, киви 5, такие яблоки по 2. Смотрите, здесь можно выпить натуральный гранатовый сок. Вот берут гранаты и прямо при тебе вот здесь вот его отжимают. Сколько стоит? Сколько? 5. 5 лари стоит. Вот такой стаканчик один, да? Это 10. А, это 10? Что дорого. Не будем. Спасибо. Ну и виноград. Обратите внимание, спелый, наверное, только-только свежий урожай. Яблоки всего лишь по 100 рублей. Смотрите, какие красивые, большие. Батуми это круглый год практически фрукты, овощи, а также различные другие вкусности кавказские, которые мы все очень любим. Обратите внимание, какой выбор чачи. Чача виноградная, персиковая, грушовая, чача из фейха, персиковая, чача виноградная, ликер, коньяк, все, что вы хотите. И сверху вот такие вот рок, из которого пить, когда ты говоришь какой-либо тост. Это еще не все, видите, какой огромный выбор. Это дики баран. А, дики баран. За 50 лари рог. 20 лари таком. Ну, такое можно выпить, да? Мясо на любой вкус и цвет, все что угодно, свинина, говядина, копыт и голова для холодца, для хащ приготовить. Все тут есть. Мы ищем буструму. Единственное, что осталось обязательно есть фигурка Сталина. Знаковая личность в Батуми. Какой огромный выбор черчхелы. Выглядит очень все вкусно. А почем такая большая одна? Это килограмм 20 лари. Килограмм 20 лари, да? Да. килограмм Вот тоже туристам продают. Сказать грузинскому продавцу нет, это значит сказать да, мне кажется. Потому что вам продадут даже если вы не хотите. Если вы идете сюда, то готовьтесь к агрессивным продажам. Не, не курю, просто впервые вижу, что табак продают. Вот местный табак, мы сами выдахиваем. скрученный блок 20 лар. А это он тут производится, да? Да, местный миш, сами выращиваем. Ничего себе, здорово. Возьмите, попробуйте. Да мы не курим. друзей возьмем. Спасибо, в следующий раз обязательно возьмем. Спасибо. Зашли в местную столовую прямо на рынке, чтобы попробовать шашлык, потому что ехать за Грузию не попробовать шашлык, мне кажется, это преступление. И обязательно сацебели. Это соус очень-очень вкусный, острый такой. Помимо сацебели есть еще ит кемали, это соус из слив, он такой немножечко сладковатый, но мы взяли поострее, что классно, стоимость шашлыка всего лишь 5 лари, это получается где-то 170 рублей. Как пахнет шашлычок, который нам приготовили. Ммм, с соусом. по вечерам можно увидеть поющие фонтаны, которые под музыку известных классиков показывают свою красоту на фоне уже светящегося города. Спасибо всем за просмотр видео, если оно было интересно и полезно для вас, то пожалуйста ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!